Николай Бердяев родился в 1874 году в Киевской губернии в аристократической семье. Еще мальчиком он почувствовал особый вкус к философии. Любовь к философии, к познанию смысла жизни вытесняла во мне все, напишет он позднее в своей книге «Самопознание». Отказавшись от карьеры военного, Бердяев оставляет шестой класс кадетского корпуса и стремясь исполнить свое призвание, поступает в Киевский университет. Я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чиадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различия миросозерцаний. И более всего – Достоевского и Льва Толстого, Владимира Соловьева и Николая Федорова. Я русский мыслитель и писатель. В 1894 году Бердяев переживает революционные и социалистические симпатии и за участие в студенческих беспорядках попадает в тюрьму, а затем в ссылку в Вологду, где его ждет разочарование в марксизме. «Мой марксизм не был тоталитарным. Это очень хорошо почувствовал Плеханов. Он мне сказал, что с такой философией, как моя, нельзя остаться марксистом. Мое подлинное дело – есть революция духа, а не политики. В 1907 году я довольно точно предсказал, что когда в России настанет час настоящей революции, то победят большевики. Эта революция будет враждебна свободе и гуманности». В начале 20 века Бердяев вместе с Булгаковым, Струва и Франком выступает с критикой мировоззрения революционной интеллигенции. Философскому осмыслению революции 1905 и 1917 годов посвящены их статьи в сборниках «Проблемы идеализма, вехи и из глубины». В Петербурге Бердяев участвует в религиозно-философских собраниях. «Собрания эти были замечательны, – вспоминает Бердяев, – как первая встреча представителей русской культуры и литературы, заболевшей религиозным беспокойством, с представителями традиционно православной церковной иерархии». В 1907 году он становится инициатором создания религиозно-философского общества, а в 1908 надолго поселяется в Москве, где его и застают кровавые события большевистского переворота 1917 года. «Мне кажется, что я не боюсь быть убитым пулей или бомбой, – напишет он, вспоминая то время. Когда бомбы летали над нашим домом, и одна разорвалась в нашем дворе, я в это время продолжал писать». В 1919 году Бердяев основывает в Москве Вольную Академию Духовной Культуры, которая в эти тяжелые годы была, по его мнению, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры. В это время по многочисленным приглашениям он выступает с публичными лекциями в самых разных кругах, участвует и в университетских, и в трактирных, многолюдных богословских спорах. Правде однажды было напечатано, что у Бердяева во вторник опять было собрание, на котором обсуждался вопрос «Антихрист ли Ленин?» и в результате собеседования было решено, что Ленин – не антихрист, но предшественник антихриста. Это, конечно, была стилизация и написано в шутливом тоне, но в стране, где царствовало ЧК, это была шутка небезопасная. В 1922 году Бердяев, в числе других выдающихся представителей русской культуры, науки и богословия, был выслан из России советской властью на знаменитом философском пароходе. Святой праведный Алексей Мечов, которому он перед высылкой пришел за советом, поскольку не хотел покидать родину, благословил его словами «Ваш голос должна услышать Европа». Во Франции Бердяев принимает активное участие в работе русского студенческого христианского движения, дружит с выдающимися деятелями русской эмиграции, в том числе с матерью Марией Скобцовой, с которой они вместе создают просветительское благотворительное общество «Православное дело». Он много пишет и печатается. С 1925 по 1940 год редактирует журнал русской религиозной мысли «Путь». Активно участвует в европейском философском процессе. Пророчество отца Алексея Мечова сбылось. Статьи и книги Бердяева были переведены на десятки европейских языков. Он был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но в конце жизни с грустью замечал, что в России пока остался неуслышанным. В 20 веке, поставившем под сомнение христианскую цивилизацию, Бердяев по-новому заговорил о Боге, человеке и церкви, о смысле истории, открывающемся через Христа. В век канцлагерей и газовых камер, экспериментов над людьми и ядерных катастроф, утверждать, что все это попущено Богом, значит богохульствовать. Бердяев чувствует, что воли Бога противны, смерть, порабощенность человека социуму, природным стихиям, своей греховности и злу этого мира. Великий знак унижения человека, пишет Бердяев, виден в том, что он свет получает от солнца, и жизнь его вращается вокруг солнца. Человек должен бы быть солнцем мира. Логос солнца в самом человеке должен светить. Но человек пал, и солнце ушло из него. Бердяев остро переживает рознь этого мира. Разделенность человека не только с Богом, но и с ближним, и даже с самим собой. Видя в этом главное последствие грехопадения, которое, пишет он, трагедия не только мира, но и Бога. Агрессия, ворвавшихся в мир сил небытия, для самого Творца оказывается непреодолимой трудностью. Бог без человека не может не избавить мир от зла и греха, не довершить творение. Поразительно ограничено с человеческой точки зрения на Бога. Богу боятся приписать внутренний трагизм, свойственный всякой жизни, динамику, тоску по своему другому, порождению человека. Но нисколько не боятся приписать гнев, ревность, месть и прочие аффективные состояния, которые считаются предосудительными для человека. Русский философ возвращает христианству его главные темы о свободе, личности, творчестве. Его оригинальное понимание свободы отлично от схоластического учения о свободе выбора между добром и злом. Свобода человека, говорит Бердяев, есть, подобно любви, благодатная излучающая энергия, которой человек может увеличить силу Божью. Многие думают, что истолкование христианства как религии личного спасения есть по преимуществу церковное истолкование, но в действительности оно сталкивается с самой идеей церкви. Этого рода сознание склонно оправдать мещанский быт, как смиренный и безопасный. Простая баба, говорят нам, спасается лучше, чем философ, и для спасения ее не нужно знание, не нужна культура и прочее. Но позволительно усомниться в том, что Богу нужны только простые бабы, что этим исчерпывается Божья идея о мире. Да и простая баба сейчас есть миф. Она стала нигилисткой и атеисткой. Верующим же стал философ и человек культуры. Творчески осуществляя Божий замысел о мире, продолжая миротворение, соучаствуя в деле Божьем, человек устремлен к полноте бытия. И эта полнота, осуществление царства истины, зависит, убежден Бердяев, от степени коммунатарности между людьми, взаимопроникновения их жизни и судеб. Братское общение во Христе есть уже таинственное вхождение в Царство Божье, говорит Бердяев. И это братство Христово неприметно приходит в мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова